На прямой связи уже советник города Мариуполя Петр Андрющенко. Петр, рады вас приветствовать. Здравствуйте. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, мы, исходя из сюжета Ларисы Зубенко, наши коллеги уже увидели, что очень большое количество кораблей сейчас пришвартовано в Мариуполе. Вывозят заводы, вывозят продукцию, которая если осталась. От вас хочется в первую очередь услышать оперативную информацию, что вам известно по состоянию на сегодняшнее утро. Что именно сейчас разворовывают россияне? Ну, их цель на сегодняшний день остается прежней. Если мы говорим о порте, они собираются и дальше вывозить металлопрокат. Всех видов там и слябы, и рулонная сталь, которая до сих пор хранится в порту, которая, насколько мы понимаем, принадлежит компании Метинвест. Первая партия уже ушла пару дней назад на судне ПМ-3, которая с портом приписки Астрахань ушла в сторону Ростова-на-Дону. Две с половиной тысячи тонн было погружено и ушло. Сегодня, завтра, по нашей информации, ожидается второй заход в порт подобного судна и продолжится погрузка дальше. Пока от глобального разворовывания порт спасает, и Мариуполь спасает только то, что акватория порта, глубоководная часть, которая идет в канал, она до сих пор заблокирована нашими судами, россияне их не подняли. Плюс отсутствие электричества, фактически там работает один кран, который осуществляет погрузку. Поэтому погрузка осуществляется даже двух с половиной тысяч тонн, потом осуществляется несколько суток, при том, что при нормальной работе порта на самом деле это дело на полдня. Но в целом, да, действительно, в первую очередь они собираются вывести металл. В порту хранилось около трех с половиной тысяч тонн зерна. По нашей информации, они попытались его загрузить, что-то пошло не так, возник пожар, они его залили, в общем, зерно фактически испорчено, к вывозу оно не готово и не имеет никакого смысла, поэтому пока только металл. Что будет в дальнейшем, ну, есть у нас свои предположения по этому поводу, это связано не только и не столько с работой порта напрямую, но, по крайней мере, порт для них будет основной перевалочной базой для того, что будет вырезано и украдено в городе, это безусловно. В свою очередь знаем, что до этого полномасштабного вторжения большинство мариупольцев работало на заводах, как раз в этом же городе, и работали на заводах, и они видят все, как на самом деле, что происходит, видят, кто виноват. Но, скажите, пожалуйста, в свою очередь, как сейчас местные воспринимают то, что сейчас творит Российская Федерация? Почему я задаю этот вопрос? Потому что перед нашим с вами общением мы смотрели программу про фейки, которые распространяет Российская Федерация. Так вот они там говорят, что мариупольцы просто невероятно рады, что наконец-то пришла Российская Федерация. Скажите, ну, я понимаю, что это не соответствует действительности, но хочется от вас это опровержение услышать. Пожалуйста. И что говорят мариупольцы на самом деле, зная, что вы общаетесь со многими до сих пор? Ну, на самом деле настроения в городе выравниваются. Настроения в городе выравниваются с точки зрения, что недовольство оккупационной властью, даже от тех, кто соблюдал условный нейтралитет в мыслях, нарастает, потому что качество, количество, гуманитарки, невозможность запустить хоть что-нибудь в нормальном режиме, люди это видят. Знаете, наши мариупольцы привыкли к нескольким вещам, которые еще ждут впереди оккупантов, эти сюрпризы. Во-первых, они привыкли ко всем проявлениям демократии и не держать себе то, что они думают. И очень быстро у нас выходят на улицу, высказать свое мнение, неважно какое. И второе, у нас привыкли, что за последние 8 лет, что если власть что-то обещает, то власть должна это сделать в те сроки, в которые она обещает. На этом подрываются оккупанты. Плюс, опять же, мы понимаем, что первые пару месяцев обстрелы закончились, пришла весна, потеплела, жизнь, в принципе, эмоционально стала немного легче. Сейчас люди приводят голову в порядок и абсолютно адекватно начинают воспринимать то, что происходит. Безусловно, их пытаются пичкать пропагандой на каждом шагу. Не очень успешно. Слава Богу, все методы на это хороши у россиян. Но недовольство в городе растет. Кроме того, мы наблюдаем абсолютный саботаж. Город оказался, как мы и ожидали, абсолютно недружественной к оккупации. Люди без принуждения не включаются в работу ни по очистке у завалов, ни в работу новых оккупационных администраций, ни в работу школ. Даже в городе всего анонсированы 9 школ. Смолины и те же целых 53 учителя. Это там, где сейчас остается 150-170 тысяч человек. То есть, ну, мариупольцы не воспринимают нормально оккупацию. И дальше мы уверены, что мы это увидим. Вот глобальное недовольство даже у тех, кто нейтрально, либо дружелюбно воспринял приход российской армии. Мы увидим, как начнут геометрально меняться настроения. И еще одно уточнение, вы уже частично ответили, сколько было мариупольцев и сколько осталось в городе? По последним подсчетам, если такие возможно велись. Ну, последним, нашим данным, в городе стоит где-то порядка 150 тысяч человек. От 150 до 170. Это с учетом того, что пока мы наблюдаем тенденцию возврата людей в город, в связи с тем, что остановлена нормальная эвакуация не только из Мариуполя, вообще по прохождению Васильевки. Там все очень сложно, да, в тысячной очереди. Поэтому люди вынуждены из оккупированной части Запорожской и Херсонской области возвращаться домой. Поэтому мы пока видим рост населения в Мариуполе, наблюдаем такую не очень хорошую тенденцию, как для нас. Но пока вот такие вот цифры, то, что мы можем говорить. А напомните, пожалуйста, сколько было до полномасштабного вторжения в Мариуполе людей? Дом, абсолютно точная цифра у нас есть. Давайте, если по датам, то август 2021 года в Мариуполе проживало 536 тысяч человек. На момент начала полномасштабного вторжения, учитывая ротации, эвакуации и так далее, в городе оставалось не менее 450 тысяч человек. Ну а на сейчас остается фактически треть, чуть-чуть меньше трети людей. По факту город пустой остался, просто пустой. Петр, мы все-таки хочу несколько вернуть нас к теме нашего блока, о том, что Россия ворует на территории Украины и делает это просто варварским способом. И вот вы сказали, что зерно испорчено, поэтому воруют металлолом. Хотелось бы уточнить, какие объемы зерна испорчены, насколько это глобальные объемы? Ну, к счастью, совершенно не глобальные объемы. Это небольшие остатки, которые оставались там частью в судоремонтном заводе, в зернохранилищах небольших, не на терминале. Причем отчасти эти остатки были оставлены для того, чтобы по согласованию с владельцами, по согласованию с нами, но с городской властью, для того, чтобы кормить город на период возможного заблокирования, ну, в свете того, как стали развиваться события уничтожения всего, да, это стало невозможно. То есть, ну, эти остатки глобально ни на что не влияют. На кормление города этого бы хватило надолго, если запустить полномасштабно хотя бы одну-две пекарни. Но, учитывая, что сейчас оно уничтожено, ну, к вывозу, скажем, к воровству, в этом вообще не было никакого смысла. Это запас, я вам скажу так, на месяц, на полтора для выпечки хлеба для Мариуполя и окрестностей максимум. В порту украинского города Мариуполя, оккупированного российскими войсками, остались как минимум шесть иностранных судов. Есть такая информация, вот часть из них перейдут в юрисдикцию, конечно же, все это в кавычках, не признаны Донецкой Народной Республики. Об этом, как передает ТАСС, заявил главарь псевдореспублики Денис Пушилин. И вот у меня вопрос, ведь, какой смысл в том, что эти суда перейдут, просто чтобы навредить, потому что пользоваться ими вряд ли долго смогут, как минимум, потому что их не смогут обслуживать. Ну, я бы не был настолько оптимистичен в этом плане. Во-первых, эти суда предназначены, они спокойно могут курсировать Азовским морем, они спокойно могут курсировать в акватории Черного моря, особенно подконтрольной России, да, скажем так. Эти суда, это же узовые суда, они могут использоваться для перевозки. И, в первую очередь, того, чего они хотят украсть в городе. Во-вторых, вообще, в принципе, транспортные перевалки. Если брать там глобальные планы Донецка, оккупированного, для чего им в том числе нужен порт с точки зрения транспорта, это уголь, его надо возить в Россию, это там остатки металла, в общем, зерно и так далее. Эти суда как раз для этого подойдут. Ремонтировать теоретически их можно, вряд ли не запустят наш Азовский судоремонтный завод. Но где-то в акватории Крыма, где-то в акватории Азовского моря на территории России наверняка есть, места, где можно ремонтировать. Ну, собственно, сами суда-то, по сути, целые, и с ними ничего не произошло. Поэтому там на сейчас ремонтировать ничего и не надо. Поэтому почему бы и нет? Вполне возможно, это вполне в российском духе, забрать то, что есть, то, что плохо лежит, и использовать его по себе. Они так поступили с самолетами, с лизинодавцами, которые были вообще иностранными. В общем, есть вопрос обслуживания, что как долго они смогут обслуживать, и как долго эти самолеты можно будет эксплуатировать. Поэтому, собственно, такой же вопрос аналогичный по поводу судор. Ситуация подобная, но немножко проще. Мы же понимаем, да, что какой-никакой торговый флот в Российской Федерации существует, поэтому при всем желании не стоит, знаете, впадать в ультракрайности. Они в состоянии ремонтировать потом будут эти суда вполне, и обслуживать их тоже. Поэтому суда особо не предназначены для, я не знаю, океанского курсирования. Но ходить, мы же понимаем, что их заберут, переминут, перекрасят, спрячут. И потом они могут ходить и в акваторию, собственно, Средиземного моря в состоянии выходить. Поэтому с судами ситуация немножко другая, чем с самолетами. Вот, в свою очередь, Сергей Лещенко, советник главы Офиса президента Украины, сказал, что Россия хочет искусственно создать голод в мире и обвинить в этом Запад. Давайте услышим и продолжим дискуссию. Мы не так этого знали, что Россия или старший террорист. Теперь она это просто подтвердила своей моделью поведения. Шантажира весь мир говорит, если вы не снимете санкции с России, мы не разблокируем вывоз зерна через Черное море. Если они не разблокируют, значит, в мире будет голод. Значит, весь мир теперь должен быть заложником этой линии поведения. Но первопричина-то почему? Потому что санкции были наложены из-за войны, которую Россия развязала против Украины. То есть они пытаются первопричину убрать и уже играть с новой позиции на этой шахматной доске, чтобы добиться своих целей и таким образом выйти из тех санкций, которые уже для них все равно болезненно сказываются на их экономике и на их благополучии. Скажите, пожалуйста, Петр, по вашему мнению, вот сейчас такая ситуация в Зоском море, по факту оно же полностью сейчас уже временно контролируется Российской Федерацией. Как, по вашему мнению, и есть ли наработки у мэра города Мариуполь, у господина Бойченко, у вас наработки по уже деоккупации и дальнейшей не только Мариуполя, но и Азовского моря? Есть ли наработки, общаетесь ли с морскими нашими силами? Вопросы деоккупации, и мы же понимаем, что они произойдут военным путем. Безусловно, мы общаемся с военными, мы все очень оптимистично смотрим в будущее, конечно, мы не верим в Блицкриги, которые иногда пытаются заявлять наши и наши сограждане. К сожалению, мы все устали от войны, мы понимаем, что это будет немножко дольше, чем 2-3 месяца, но точно это будет, и будет в этом году, мы в этом уверены, что мы вернемся домой. На сегодня, да, у нас готов, мы в процессе, скажем, подготовки плана по восстановлению города. Речь идет не только об инфраструктуре, не только о жилой застройке. Мы смотрим немножко по-другому и на экономику города, какая она будет. Мы учитываем и заявления, ну, например, компании группы Метанвест о том, что они будут восстанавливать заводы. Мы понимаем, как примерно это может происходить и к чему это идет, да, к белой металлуреи. Мы понимаем о том, что порт будет работать в этом случае. Кроме того, мы собираемся максимально использовать порт не только теперь как транспортную артерию, грузовую, но с учетом того, что, в принципе, и экономика, и экологическое состояние города изменится. На самом деле, мы достаточно оптимистично смотрим вперед о том, что мы проведем диверсификацию экономики. Это будет туризм, это будет совершенно новое направление, и порт будет использован, равно как и со всей остальной акватории порта. И для транспортного пассажирского сообщения, я об этом уверен, и для туристического сообщения. Поэтому порт для нас важен, порт останется. И, в принципе, возможно, вот такая корректировка, да, наша военная победа, наконец-то, разблокирует для нас полностью судоходство Азовского и Черного моря. И мы в полном объеме сможем использовать свой потенциал. Благодарим вас, Петр, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я напомню нашим зрителям, что на прямой связи был Петр Андрющенко, советник мэра города Мариуполь.